Всем привет! Меня зовут Светлана, вы на канале Редактура или Жизнь, и это вторая часть моего рассказа о одном из самых любимых моих писателей, о Джулиане Барнсе. Спасибо вам большое за отклик под предыдущим видео. И давайте начнем. Предыдущее видео вышло действительно длинным, длиннее, чем я рассчитывала. Нам сегодня нужно поговорить примерно о таком же количестве книг. Не пугайтесь, внезапное экстренное включение. Ролик скоро продолжится своим чередом, но на монтаже к своему ужасу я обнаружила, что забыла. Забыла рассказать вам не просто про какую-то книгу Барнса, а про одну из моих любимых книг Барнса. Ну, это, видимо, уже конец года, и что-то уже голова отказывается работать как надо. И я забыла вам рассказать про роман Англия. Англия я забыла, потому что он у меня, видите, вместе с попугаем Флабера, я его радостно отложила и, ну, и сочла свой долг исполненную. Итак, Англия, Англия. Я специально вставляю это в самое начало ролика, потому что Англия, Англия была написана даже раньше, чем любовь и так далее. Итак, Англия, Англия это роман просто вот воплощения темы английскости. Это роман, в котором Барнс пытается исследовать, что же такое английская нация, что составляет, что ее формирует, что составляет ее основные ценности. И у нас здесь сюжет развивается в 90-е, примерно тогда, когда я писала этот роман. И наша главная героиня зовут Марта. Марта поступает на службу, поступает на работу к эксцентричному миллионеру или там миллиардеру и помогает ему реализовывать на первый взгляд абсолютно безумную идею. Дело в том, что, глядя на наплыв туристов, которые все больше и больше приезжают в Англию, они заполонили буквально все. И появляется идея, а почему бы не собрать все английские достопримечательности, вообще все, что составляет, все, что Англия, как видится, Англия глазами других людей. Почему бы все это не собрать в одном месте, для этого выбирается отдельный остров, и все люди будут ездить туда, нас оставят в покое. И таким образом, да, на этом острове, на острове Уайт, ну, делается прямо все. То есть, и строится копия Биг Бена, и Вестминстерского аббатства, и там появляются Робин Гуд с разбойниками. То есть, не только какие-то здания, да, но и какие-то исторические персонажи. И к чему приводит эта идея? Что происходит в самой Англии? Этот роман, он слегка такой футуристический, то есть Баррис затрагивает будущее и оценивает, как изменятся англичане, как изменится все вокруг, когда вот все туристы и все, что, все символы английской нации, да, если они перекочуют куда-то в другое место. Конечно же, здесь есть сюжетная линия, да, и самой Марты, мы еще сам, ну, как бы видим ее еще в самом детстве, правда, небольшим флешбеком, но тем не менее. И Мартой же, собственно, книга заканчивается, то есть она как раз застает вот это вот будущее, и мы ее глазами видим, как оно там стало. Книга вызвала, безусловно, очень большой отклик, это сам Барнс ее называл смесью фарса и сатиры, здесь есть и, да, фантастические элементы, много-много всего. Одной из центральных мыслей, кстати говоря, была мысль Эрнста Ринана, одной из центральных мыслей, которую сам Барнс цитировал, когда рассказывал об этой книге. «Видеть историю неправильно – часть того, чтобы быть нацией». И Барнс эту мысль разворачивает, да, «Видеть историю неправильно – часть создания нации». Нужно построить все эти мифы об освобождении, борьбе с угнетателем, мифы о мужестве. Иногда в них есть процент правды, так что их легко додумать. Но быть нацией, как и само становление нации, зависит от долгожительства этих мифов. То есть это история про мифы, которые составляют английскую нацию, про отношения самих англичан, про то, что произойдет, если все эти мифы условно из Англии убрать. «Англия – Англия» – один из моих любимых романов с самого начала. То есть меня сама идея вот взять и, знаете, все эти Стоунхенджи в миниатюре поместить куда-то в одно место, она меня абсолютно поразила. Сейчас при перечитывании я совсем как-то по-другому, с другими акцентами ее читала. Эту книгу меня гораздо более интересовало, ну, во-первых, марта, почему-то при первом прочтении. И, в принципе, меня очень захватил концепт, но не захватили персонажи. Сейчас я уделяла гораздо больше внимания всей команде, которая собралась работать над вот этой вот идеей. Там прям очень колоритные личности, рекомендую беседы просто. Насколько тот факт, как было на самом деле, оказался, в общем, вторичен при создании вот этой вот Англии в миниатюре. Плюс я при первом прочтении вообще для меня было абсолютно неважно, как это закончилось для самой Англии, да, материковой, ну, не материковой, а большой Англии, для Великобритании. А здесь же сейчас это было очень-очень интересно. Барн писал эту книгу в такой вот, может быть, отчасти кризис идентичности конца 20 века, который, судя по всему, он видел в Англии. Или, наверное, его переживали и другие его соотечественники, да. То есть, когда нация, которой ты принадлежишь, она уже не молодая и себя выстраивающая, и находящаяся в поиске своих вот, как бы, своих, да, узловых точек, своих каких-то якорей. А ты уже стареющая нация. То есть, ты нация, которая как раз там распространила всякие ценности по миру, нация, которая была огромной империей, потом перестала быть этой империей. И, судя по всему, да, люди переживали, да, в определенном смысле какой-то вот кризис и задавались вопросом, что есть английскость, что такое быть англичанином. Думаю, что это еще и на фоне увеличивающейся миграции туда, что отличает нас от других, да. Не стали ли мы просто европейцами, да, каким-то усредненным, какой-то усредненной величиной. Ой, что есть Англия? Действительно ли это просто Королева, Вестминстер, Биг Бен и Робин Гуд? Или это все же нечто большее? Вот обо всем этом Англии и Англии я вам ее очень рекомендую, потому что это один из моих любимейших романов. Перед перечитыванием я открыла новые смыслы в ней, потому что, судя по всему, первый раз читала недостаточно глубоко. Роман, который мне хочется еще перечитывать, он поднимает очень интересные вопросы. На мой взгляд, это роман, о котором, ну, помимо попугая Флабера, самые интересные критические отзывы, потому что он, Барнс, да, как всегда, не дает ответов. То есть, да, он показывает будущее, но он не говорит, это правильно или неправильно, так ли будет. Действительно, он предлагает нам подискутировать на эту тему. Опять же, да, здесь его любимые темы относительности истории, условности наших познаний про историю и насколько людям по факту-то не важно знать, как оно было на самом деле. Вот еще, напоследок, да, еще одну цитату из самого Барнса про эту книгу. Это роман об английской идее, аутентичности и поиске истины, изобретении традиции и то, как мы забываем собственную историю. А теперь возвращаемся к основному ролику. Спасибо за то, что посмотрели этот штат. Закончили мы прошлый раз на сиквеле, на книге «Любовь и так далее». Это сиквел к истории, которая называется «Как все было», но это единственный такой прям четкий сиквел в творчестве Барнса. И, значит, подошло время поговорить о его втором сборнике рассказов, который называется «Лимонный стол». «Лимонный стол» — это такая аллюзия на древнее китайское то ли поверье, то ли какое-то предание. Ну, в общем, это стол, за которым говорят о смерти. И, в принципе, я не хочу сказать, что вся тема этой книги — это смерть, но это очень интересный сборник, потому что это тема старения, это тема приближения к финалу жизни, переосмысления чего-то. И мне он понравился больше, чем по ту сторону Ла-Манша. Я уже говорила, что с каждым разом мне сборники рассказов Барнса как бы нравятся все больше и больше. То есть вот третий, о котором мы будем говорить, он прям вообще вызвал у меня восторг, но и «Лимонный стол» мне тоже очень понравился. Наверное, из рассказов, которые мне сильнее всего запали в душу, это рассказ «Вещи вам известные», где встречаются две немолодые дамы, они встречаются в довольно роскошном кафе, обслуживают их официанты, и, судя по всему, они встречаются в этом кафе с некоторой периодичностью уже много-много лет. И вот они давно знакомые, и они обсуждают всякие разные темы, и при этом мы понимаем из этого рассказа, что они многое друг про дружку знают, какие-то вот скелетики в шкафу, какие-то секреты к тому, кому муж изменял, у кого еще что. И они очень интересным образом стараются избегать в разговоре вот этих вот тем, вот этих упоминаний. То есть, с одной стороны, они все это знают, все это грязное белье, а с другой стороны, обсуждать они его не хотят. И задеть чувство собеседницы каким-то образом, что-то там сболтнув, да, они не хотят обе. И очень здорово Барнс показал, как им это удается. Самый, наверное, классный рассказ в этом сборнике, это рассказ «Знать французский». Здесь Барнс позволяет себе такой все-таки небольшой реверанс в сторону постмодернизма, потому что это история переписки некой пожилой дамы, которая живет в доме престарелых, и она как-то пытается занять свое свободное время, отправляется в библиотеку, начинает читать с буквы «А», ну, а почему бы и нет? И вот она прочитывает все, что она находит на букву «А» и переходит к букве «Б». На букву «Б» довольно быстро она доходит до писателя по фамилии Барнс и решает написать ему письмо. Так между ними завязывается переписка. Однако в конце рассказа нам объясняются обстоятельства, из-за которых, к сожалению, письма мистера Барнса, ответы его данной пожилой даме, они не сохранились, и поэтому у нас есть только ее письма. То есть, что она хотела ему сказать по поводу его творчества, по поводу самых-самых-самых разных вещей, очень здорово, очень трогательно. Я читала прям «Знать французский» с огромным удовольствием, и вот такая небольшая шалость Барнса, да, в сторону того, что давайте представим, что она переписывается со мной. Мне кажется, это прям у него очень здорово получилось. То есть, в целом, это сборник рассказов, во-первых, о пожилых людях, во-вторых, о том, как меняются взаимоотношения между людьми с течением времени, да, как внезапно что-то заканчивается, то, что мы почитали, ну, чуть ли не вечным, да, и постоянным, как люди на это реагируют. И здесь много таких действительно щемящих в душу моментов, на мой взгляд, достойных какого-то осмысления, какой-то паузы. Поэтому «Лимонный стол» у меня вызвал, конечно, гораздо более такой горячий отклик, нежели по ту сторону Ла-Манша, тем более, что здесь уже большинство историй, они так или иначе близки нашему времени, за небольшим исключением, и они уже про современность. Следующей книгой был роман Артур и Джордж, и на самом деле изначально я именно по ней хотела провести такой вот водораздел, да, поделить книги, но, как видите, я все-таки в итоге поделила примерно пополам, и то первое видео вышло огромным. «Артур и Джордж» — это роман, про который я подробно рассказывала в отдельном видео на Бусти, но, конечно, мы сейчас тоже про него поговорим. Я его хотела назначить таким водоразделом, потому что, мне кажется, это роман, после которого Барнс уже практически отошел от экспериментов с формой. То есть, если вы, допустим, не любите всякие эти постмодернистские игрища, и вам бы чего-то более традиционного, с сюжетом, с персонажами, желательно там с хронологическим повествованием, то я искренне вам рекомендую брать романы, которые написаны после «Артура и Джорджа», то есть после 2005 года. Они, скорее всего, вас не разочаруют, и в них никаких особых вывертов не будет. Здесь, тем не менее, еще местами наблюдаются какие-то интересные вещи, но они уже не глобальные. И в целом эта книга, в принципе, мне кажется, одна из самых универсальных для чтения. И это история, рассказывающая о некоем судебном деле, в котором несправедливо был обвинен молодой человек по имени Джордж Идалджи, как раз вот он здесь на обложке. И дело это получило огласку, потому что им заинтересовался сам сэр Артур Конан Дойл. Впервые Барнс наткнулся на эту историю, когда он проводил какой-то ресерч, и вот внезапно наткнулся на дело Идалджи. Ему захотелось почитать побольше об этом событии, однако он обнаружил, что никто про это ничего не написал. То есть он обнаружил, что это дело, которое могло бы по своей громкости сравниться с делом Дрейфуса во Франции. Собственно, это происходит все незадолго после дела Дрейфуса, и как раз под влиянием того отклика, которое дело Дрейфуса вызвало в французской интеллигенции. Очень многие французские культурные деятели Дрейфуса поддерживали, в первую очередь Эмиль Золя. Именно под влиянием этого дела Дойл ввязался в это дело. То есть это было как бы на волне, то есть он чувствовал, что ага, а у нас тоже тут что-то такое происходит, и чувствовал себя обязанным вмешаться. В чем же заключался сыр-бор? Понятно, что Барнс понял, что никто ничего не написал, и это послужило для него сигналом, что, видимо, должен написать он. Итак, молодой человек Джордж Далжи, солиситор, то есть юрист, внезапно оказался обвинен в порче скота, где-то в глубинке Англии. И, судя по всему, по крайней мере, с точки зрения Дойла и многих других, единственная вина и Далжи состояла в том, что он был наполовину парс. Его отец был индиец, он приехал из Индии, он получил в Англии приход, как священник, он женился на англичанке, и у него родились дети, из которых старший Джордж, как это довольно часто бывает, был темнее, чем отец. Соответственно, он в этой самой английской глубинке ярко выделялся среди жителей. И, допустим, для Конан Дойла расовый подтекст всего этого вопроса был очевиден, как в случае с Дрейфусом, кстати говоря. Забавно, что... Ну, не забавно, грустно. Грустно и интересно, что для самого Джорджа Идалджи он до последнего отказывался считать, что во всей вот этой вот истории, с ним случившейся трагической истории, что в этой истории виноват расовый вопрос. То есть он считал себя с самого рождения англичанином. Он никогда не выделял себя из общества, не считал, что он как-то к обществу не относится. Но, скорее всего, у окружающих было другое мнение. Он был обвинен в порче скота, он был осужден, и он отсидел какую-то небольшую часть своего срока, после чего был отпущен. И, с одной стороны, это здорово, замечательно, ура! Ему там не пришлось то ли 5, то ли 7 лет сидеть, а прошел всего год или чуть больше. Другое дело, что его выпустили, но не признали невиновным. То есть его выпустили, но не извинились, не предложили компенсацию, не пересмотрели его дело. Ну, то есть он получался по-прежнему виновным во всех этих ужасных вещах, которые ему приписывали по отношению к бедным животным. И это его, конечно, возмутило, те, кто его знал, тоже возмутило. И вот он написал письмо Конан Дойлу. Сам Конан Дойл в этот момент переживал достаточно сложный период своей жизни. У него недавно умерла первая жена, и он находился на таком распутии в том, что касается личных обстоятельств, колебался в разных вопросах. И вот к нему вдруг приходит письмо Идалжи, и он видит в нем некий шанс, шанс на что-то повлиять. То есть он увидел это письмо и такой, ого, это то, где я могу что-то сделать, это то, где я четко могу повлиять на события. И он поднял, конечно, большой шум в прессе, плюс он понимал, что хорошо бы узнать, а кто на самом деле виноват. Так что в этой книге у нас есть еще и детективная линия. Больше рассказывать вам не буду. Здесь повествование идет плетеночкой, то есть мы с самого детства, и до самой кончины мы узнаем все про жизнь наших героев. Артура Конан Дойла с одной стороны знаменитого писателя, и Джорджа Идалджи, про которого никто ничего не знал, и на сто лет забыл, если бы не Джулиан Барнс. Барнс подчеркивает, что все письма из газетной заметки и вообще все, что здесь есть, кроме одного письма, все это подлинное. То есть он провел огромный, невероятный поиск в архивах. Точнее, он даже нанимал специальных людей для того, чтобы ему искали очень большое количество всякой информации для этой книги. Я, с одной стороны, не хочу обнадеживать любителей детективов и говорить вам, что это детектив, потому что вы, наверное, отчасти будете разочарованы финалом. То есть это просто очень хорошая, динамичная проза, в которой есть загадка, в которой есть попытка расследования, потому что все-таки Артур Конан Дойл не Шерлок Холмс, не его знаменитый герой, в которой есть много интересных биографических подробностей. Но детективная линия здесь все-таки вторична. То есть это двойная биография, если хотите, которая еще и с детективной загадкой. И поэтому Артура и Джорджа я, в принципе, вообще всем рекомендую. Мне кажется, она читается очень здорово, очень бодро. При этом, да, очень здорово Барнс проработал психологию, причем обоих главных героев. Я, наверное, четко это не проговорила, но я не буду касаться всех нон-фикшн книжек, иначе мы закопаемся, которые написал Барнс. Но некоторые, самые свои любимые, я вам покажу. В прошлом видео я показывала вам письма из Лондона, и несколько книг покажу буквально мельком в этом видео, но не могу не показать, потому что они прям замечательные. И, наверное, самые замечательные, самые мои любимые из всех нон-фикшн книг, написанные Барнсом, это его произведение «Нечего бояться». Это 2008 год, и это книга вот на ту самую тему, которую я говорила, что это одна из важных тем в творчестве Барнса, да, это тема страха смерти. И по отношению к этой теме, да, тема существования Бога. Она у меня вся до сих пор в закладках, я обожаю эту книгу. Здесь Барнс довольно откровенно говорит о своей семье, в том, что касается родителей. Здесь он приводит много цитат, дословных или нет, этого, я не знаю, своих бесед с братом, потому что его брат Джонатан, он не просто там переехал во Францию и там преподает, он философ по образованию, и как преподаватель философ. Вы понимаете, что с философом говорить о смерти и о Боге, это не одна беседа, ибо у них совершенно противоположные точки зрения на этот вопрос, и очень интересно читать выдержки из этого. Также, когда я сейчас перечитывала эту книгу, она приобрела для меня дополнительный смысл, потому что здесь Барнс много пишет об уходе из жизни людей, которых мы давно знаем, и в частности он пишет про своих родителей, но, как я уже говорила, это не была какая-то очень дружная или очень тесно связанная семья, причем это касается как связи детей с родителями, так и связи между родителями тоже. И да, Барнс здесь как бы касается и кончины матери, и кончины отца, и в отношении, но он пишет о том, что он со всем этим до конца не прочувствовал, что такое утрата очень близкого человека, то есть он прощался с родственниками, но что такое утрата очень близкого человека, он говорит, что я не знаю, как это будет, скорее всего, не так, как я анализирую в этой книге. И кошмар заключается в том, что именно в том году, в котором эта книга вышла, то есть она написана-то была раньше, конечно, там в 2007-м может быть, именно в этом году Барнсу предстояло пережить ту самую тяжелую утрату самого близкого человека, потому что в 2008 году умирает его жена, пад, и она умирает скоропостижно, то есть у нее обнаруживают рак, и между обнаружением рака и смертью проходят считанные недели, то есть это было очень быстротечно, это было очень внезапно, это совершенно кошмарно, то, о чем он здесь пишет, и оно вот так вот сбывается буквально в том же году. Тем не менее, у меня эта книга и раньше, и сейчас, она оставляет ощущение того, что я могу поговорить с человеком, который испытывает такие же страхи, с человеком, который умнее меня, и это какое-то вот такое поддерживающее произведение, не то, что ты его прочитал и перестал бояться смерти, если боялся ее, но получаешь вот какое-то такое дружеское плечо невидимое, о которое можно опереться. Я очень, очень эту книгу рекомендую, и, кстати говоря, я повторюсь, хотя я уже в каком-то из видео я об этом говорила, я считаю, что здесь одна из самых удачных строчек, вообще у Барнса классные первые строчки, он явно над этим думает много, и это видно по его черновикам, здесь одна из самых классных строчек, для меня она на уровне «Зовите меня Измаил», «Все смешалось в доме Облонских», вот для меня первая строчка «Нечего бояться», она примерно на одном уровне с ними стоит, по-английски она звучит как «I don't believe in God, but I miss him», по-русски, в русском переводе это «Я не верю в Бога, но мне его не хватает». Собственно, да, это, наверное, исчерпывающе описывает суть всего произведения. Думаю, абсолютно понятно, что после событий 2008 года следующие книги Барнса вышли только три года спустя, это 2011 год, но в 2011 году у него выходят сразу две книги, это сборник рассказов, его третий сборник, и это роман, который, наконец, приносит ему Букеровскую премию. Барнс и Букеровская премия, это была такая долгая история невзаимной любви, то есть Барнс регулярно попадал в шорт-лист, и регулярно эту премию не получал. Это была уже фактически такая притча в языцах. И вот в 2011 году он, наконец, получает Букера. Но про этот роман поговорим буквально спустя несколько минут. Сначала о сборнике рассказов. У меня он даже в двух экземплярах. Сначала я, не выдержав, я купила в оригинале, потом уже купила наш перевод специально для перечитывания в этом году. Сборник называется «Пульс». И он несколько иначе структурирован, чем предыдущие два сборника. Там просто у нас идет сколько-то, 10 или 11 рассказов. А здесь у нас сборник поделен на две части. И, в принципе, здесь рассказов больше, чем 10, чем обычно принято. Довольно сложно одну какую-то тему выделить. Я бы сказала, что это все равно тема взаимоотношений между людьми, в первую очередь между мужчиной и женщиной. Тема, которая Барнса никогда не перестает волновать. Из самых замечательных рассказов здесь, на мой взгляд, это «Вторжение». Это такая тема, наверное, немножко даже покажется банальная для Барнса. Но это тема, где рассказывается про... Ну, это рассказ про мужчину, который, вот он расстается с одной подружкой, заводит новую. Мужчина страстно увлечен хайкингом. И каждую свою девушку он вовлекает в хайкинг. Но помимо того, что он, как бы, не спрашивая их желания, вовлекает их в хайкинг, это, в принципе, история о человеке, который не допускает мысли, что у другого могут быть какие-то свои желания, какие-то свои взгляды, отличные от его взглядов. То есть он, вплоть до того, что подарить там девушке на Рождество. Ну, конечно, она хочет новые кроссовки для хайкинга. Это же очевидно. Да, мы вот идем в гору. Чего это она остановилась или свернула на другую тропу? Ну, наверное, устала. Сейчас она оклемается пять минуточек, и мы подвинем дальше. Ну, то есть человек абсолютно, как бы, в себе, абсолютно замкнут на себя, и, в принципе, не способен представить, что другие существа, они как-то отличаются от его, и их желания отличаются от его. Такая немножко трагикомическая история. Мы много таких типажей знаем и в кино, и в книгах. Вот у Барнса тоже такой есть. Также мне был очень-очень интересен рассказ «Гармония», потому что это рассказ об Антоне Мессмере. Кто-то из вас, наверное, слышал о таком понятии. В начале 20... в конце 19 века был такой врач, который считал, что всё можно вылечить силами магнетизма, и даже в честь его было... Сам этот принцип лечения, он назывался мессмеризмом, такой гипноз, смесь гипноза с магнетизмом, и он одно время был... Его метод был страшно популярен, потом его, конечно, разоблачили как шарлатана. И здесь Барнс обращается к одной из самых известных историй, связанных с мессмером. Он связан с молодой девушкой, которая в детстве ослепла, то есть она не родилась слепая, она в результате определённого истерического припадка, определённого нервного потрясения она ослепла, и вместе с тем она виртуозная пианистка. И к мессмеру обращаются её родители с просьбой, может быть, у него получится вылечить. И у него действительно начинает получаться, вернуть ей зрение. Однако, впоследствии оказывается, что его цели и цели её родителей, и то, как они всё это себе представляли, они кардинально расходятся. Мне особенно был интересен и приятен этот рассказ, потому что существует фильм, Мессмер, где-то здесь сейчас будет обложка, вы уже видите по обложке, что в нём роль Антона Мессмера играл мой любимый Аллен Рикман, думаю, любимый многими вами тоже. Кто не смотрел, посмотрите. Хорошее кино, не, знаете, не что-то там экстра-выдающееся, но Рикман очень хороший актёр, поэтому смотреть на него приятно, даже если сам фильм не изобилует какими-то режиссёрскими находками. В этом фильме тоже затрагивается этот период, то есть фильм берёт более широкий период жизни Мессмера, тем не менее, история с этой девушкой, она тоже в фильме затронута, и поэтому мне, конечно, фильм я смотрела, и историю эту знала, и поэтому читала рассказ прям с особом удовольствием. Так что очень, очень вам рекомендую, как я уже сказала, из всех сборников Барнса этот мой любимый на данный момент, кто знает, может быть, Барнс выпустит ещё сборничек, но пульс, он такой, меня лично максимально тронувший. Ну и в том же 2011 году выходит роман, который приносит Барнсу Букеровскую премию. Этот роман предчувствие конца. The Sands of an Ending. Я, если честно, хотя я, как это, переводчик-дилетант, моего мнения никто не спрашивал, но у меня ощущение, что, возможно, чуть более правильным и более корявым был бы перевод чувства окончания, а не предчувствия. Но предчувствие конца зато звучит красиво. И это роман, который рассказывает о молодом человеке Адриане Фине, с которым наш рассказчик был знаком в школе. То есть этот Адриан был частью их компании, и он всегда немножко так выделялся среди других. Он выделялся, он был какой-то очень начитанный, он выдавал всякие умные мысли. Впоследствии, уже в студенческие годы, так получилось, что наш герой, тот, кто рассказывает эту историю, он встречался с девушкой, потом они расстались, и она стала девушкой этого Адриана. Наш герой в сердцах им писал такое злобное послание, где, в общем, предрекал им всякие, всякие кары их союзу, был очень, очень ревновал и злился, конечно же. И впоследствии этот юноша кончает с собой. И вроде бы финита, герой становится взрослым, он женится, у него появляется дочь, он разводится, проходят годы. И вот годы-годы, наш герой уже не молод, и вдруг он получает письмо от нотариуса и узнает, что дневник этого Адриана ему положен по завещанию, причем по завещанию не самого Адриана, который, как мы уже сказали, давно умер, а по завещанию его матери, которую наш герой видел один раз в своей жизни. Он очень-очень удивлен, он с трудом помнит эту женщину и он не понимает, почему та передала ему дневник сына спустя столько лет, ну, то есть завещала ему дневник сына спустя столько лет. Хуже того, наш герой не может получить завещанное ему имущество, потому что дневник находится у вот той самой бывшей девушки. И она отдавать дневник не намерена. И герой отправляется копаться в прошлом. что же там на самом деле произошло, что стало причиной самоубийства, почему эта девушка так настроена против него и не хочет, чтобы он читал дневник, и вот так далее. То есть здесь определенно есть загадка, и она разрешается весьма так неожиданным образом. Здесь очень многое уделено теме ненадежности памяти. Сам Барнс говорит, его спрашивали, почему ваш роман такой небольшой, он действительно очень маленький. В оригинальном варианте здесь 150 страниц. И Барнс говорил, что здесь такой небольшой объем, потому что в памяти у героя пробелы, он пытается восполнить вот эти вот дыры, те самые дыры в сети, о которой мы говорили. Он пытается заполнить пустоту. И как бы очень, поэтому очень плотная сбитая ткань романа, что фактов-то немного, сведений немного, а гораздо больше информационных пробелов. Да, ну, и вы, как вы понимаете, это достаточно традиционный роман, здесь все идет в гронологическом порядке, то есть сначала мы, герой нам рассказывает про свою юность, потом вот про эту, про то, как он встречался с этой девушкой, ну, и потом мы уже приходим к нему в настоящем, когда он получает уведомление от нотариуса. Я бы не сказала, что здесь какие-то герои вызывают большое сочувствие, ну, в общем, в большой литературе это и не принято, чтобы они прям все вызывали сочувствие, но на самом деле чем дальше, тем у Барнса этого больше. То есть еще когда мы читаем Артура и Джорджа, я искренне сочувствовала Джорджу и Далджи. Да, на самом деле я и Артуру Конан-Дойлу тоже очень сочувствовала, но Джорджу и Далджи я сочувствовала прям очень. То есть мне реально было жалко чувака, который пострадал просто за то, что у него другой цвет кожи и за то, что его отец из Индии еще и не хотел смотреть этой правде в глаза, то есть он не мог себе представить, что в Англии к нему может юридическая система несправедливо относиться, потому что у него кожа не такого цвета, то есть он отказывался это признавать. Здесь же герои уже не рассказчик, не вот эта бывшая девушка Адриана это наверное не персонажи, которые вызывают жуткую симпатию, но здесь конечно все держится на тайне и так как книги всего 150 страниц, то заскучать вы точно не успеете, ну и раскрытие секрета в общем меня даже слегка так покоробило и уже и сам Адриан тоже записался в не самые позитивные персонажи. В любом случае Букеровская премия 2011 года наконец досталась Барнсу именно за эту книгу. Еще один нонфикшн, который я хочу вам показать, он тоже очень маленький, у меня он в оригинале, но на русский его тоже переводили, он называется Уровни жизни, это 2013 год. Именно в этой книге Барнс впервые хотя бы чуть-чуть, но говорит о тех переживаниях, которые были у него в 2008 году, вот он снова к этому вернулся, да, в книге нечего бояться, он говорил о том, как мы переживаем утрату хорошо нам знакомых, но может быть не самых дорогих и близких людей. Здесь он все-таки немного касается того, как он переживал утрату самого близкого человека в своей жизни. Но вообще это книга про любовь, как ни странно, может быть и не странно, и для описания любви Барнс пользуется здесь двумя метафорами. Это полеты на воздушном шаре и это фотография. И здесь он рассказывает о заре и того и другого искусства, это было примерно одно и то же время, конец 19 века, и берет нескольких персонажей реальных исторических личностей, в частности, например, Сару Бернар, но она здесь скорее персонаж второго плана, берет нескольких исторических личностей и на их примере иллюстрирует вот разные свои мысли на тему, как зарождается любовь, как люди сходятся, как люди расходятся и как люди теряют друг друга. Сам Барнс в книге объясняет это так. Любовь это точка встречи правды и магии. Правды как фотография и магии как полеты на воздушном шаре. По-моему, замечательный образ и в книге книга на самом деле прям наполнена цитатами, несмотря на свой крошечный размер, очень глубокими и вместе с тем очень воодушевляющими. Так что я ее тоже вам очень рекомендую. Я уже упоминала, что Барнс давно интересуется и по крайней мере интересовался Восточной Европы, историю Восточной Европы. Говорил, что это именно то место, где что-то происходит. Кстати говоря, он знает русский язык. Может быть, он знает еще какие-то восточно-европейские языки. Русский он точно знает. Всегда давал охотно интервью русским журналистам. И в 2016 году он выпускает роман о Шостаковиче, который называется Шум времени. Вот он у меня тоже в оригинале. Я прям много не буду говорить. Это лучше барачей самому. Здесь не хронологическое повествование, здесь отдельные куски из наиболее такого жесткого периода в жизни Шостаковича, когда каждую секунду он ждал ареста, когда он был немодный композитор и на грани с запрещенным композитором. И как ему, в принципе, пришлось тяжело в советский период, мне показалось, что Барнсу очень здорово удалось показать и Шостаковича, и окружение Шостаковича. Это достаточно камерный роман, то есть, это, знаете, не какое-то полотно, как жил весь Советский Союз в то время, нет, это конкретно такое сосредоточение на жизни одного героя, явно Шостакович Барнсу, конечно, был интересен задолго до этого, то есть, это не какое-то спонтанное книга, которая вызревала долго, и мне кажется, она получилась очень хорошей, я не буду спекулировать, удалось ли Барнсу показать какой-то, не знаю, русский дух, или русский менталитет, советский менталитет, мне кажется, он был сосредоточен немножко на другом, на том, чтобы показать мучение творческого человека, который не вписывается в систему, творчество которого не вписывается в систему, который бы и рад, работать на благо страны, делать что-то на благо страны, создавать свои произведения, но он не может вписаться в те рамки, в те жесткие прямые углы, которые ему ставят, и в его душе, в его голове эта музыка звучит по-другому, и почему-то весь мир восторгается, а своей собственной стране он все никак не может угодить. да, конечно, у нас роман переведен, я безусловно рекомендую, опять же, всегда интересно посмотреть, как про наших писателей, композиторов, скульпторов, кого угодно, пишут нерусскоязычные авторы, ну и Барнс, он пишет с теплотой, с теплотой, с искренностью, поэтому книга на мой взгляд получилась очень хорошая. Ну и вот мы добрались до книг, про которые на канале уже были обзоры, так что мы сейчас буквально пройдемся по ним достаточно быстро. Это одна история, одна история это в очередной раз любимая Барнсом тема любовного треугольника, ревности, измены, и в этот раз он нашел очередной новый угол, чтобы на нее посмотреть, это история о романе замужней женщины уже средних лет, да, и совсем молодого юноши. Весь их роман он в этой книге и рассказчиком здесь как раз выступает именно молодой человек. Что в этих отношениях было для каждого, как они развивались, плюс эта книга еще интересна тем, что рассказчик у нас здесь ненадежный, потому что он старается сгладить какие-то острые углы, он старается говорить о прошлом лучше, возможно, чем оно было, то есть старается с одной стороны вроде бы быть искренним, но и чтобы не опорочить что-то, не разрушить, и видны здесь вот такие вот хрупкие попытки это сделать, я не могу сказать, что это прям моя любимая книга Банса, но в ее достоверности я, когда читала, не сомневалась ни разу, то есть я читала и действительно такое ощущение, что вот мне этот молодой человек, уже не молодой к концу книги, он мне рассказывал историю вот этого длинного, необычного и, конечно, болезненного романа, потому что здесь еще событие происходит во второй половине двадцатого века, то есть это, мягко сказать, соседи не одобряли, поставим такой значок, то есть это не было время уже двадцать первый век, когда, в общем, встречайся с кем хочешь, это было время, когда это было прям ого-го, разврат и ужасы, вот про все вот это одна история, и еще одна книга, про которую я вам рассказывала, более того, вы ее в прошлом году выбирали в марафоне читаю без списков, спасибо вам большое, это был портрет мужчины в красном, это у нас нонфикшн, о чем я, например, не знала, обнаружила только, когда уже начала читать, и это такая попытка отчасти в жизни описания, отчасти в описание целой эпохи, на основании вот этого вот портрета, это портрет саржанта, и изображен здесь мужчина в халате, кусок мужчины в халате, целиком на портрете он изображен полностью, в полный рост, и это очень известный врач второй половины девятнадцатого века, Самиоль Жан Потци, и вот о докторе Потци, а также об этом небольшом периоде, который называется La Belle Époque во Франции, вот о нем Барнс и рассказывает в этой книге, она максимально не хронологическая, это во-первых, во-вторых, мы здесь прыгаем от самых разных персонажей к совсем другим персонажам, то есть мы не следим исключительно за жизнью доктора Потца, а скорее Барнс пытается нам нарисовать вообще, что происходило вокруг, то есть он может нам упомянуть какого-то героя, потом мы вдруг прыгаем к этому герою и про него долго обсуждаем. Доктор Потци, вместе с тем, это был очень прогрессивный и оказавший большое влияние на медицину того времени врач, это врач, который в первый он вел на своем хирургическом отделении в больнице, он вел строжайшие правила асептики и антисептики, результатом чего явилось резкое снижение смертности среди пациентов этого отделения. Он даже ездил с лекциями в Америку, где недалекие американские столопы пытались его высмеять про то, что там все нужно стерилизовать и кипятить и брать только чистые бинты и вот это вот все. Но он был таким пионером и плюс он вводил, был первым, кто вводил какое-то бережное уважительное отношение к женщинам в том, что касалось гинекологии, то есть он был врач, в первую очередь гинеколог, с этим была связана и хирургическая сторона его деятельности, то есть он был человеком, который не относился к пациентам, к пациенткам в первую очередь, да, как, не знаю, назойливым существам, серии разрезал, зашил, пошла отсюда, то есть он как раз такое вот бережное отношение практиковал, при этом он был абсолютно несчастлив в семейной жизни, про это здесь тоже многое рассказывается, и на мой взгляд у Барнса вот портрет эпохи получился очень классный, но сумбурный, тут еще проблема в том, что в книге нет разделителей, то есть в ней нет главчастей, в ней только есть периодические пробелы между абзацами, и это может как бы может создавать небольшую кашу в голове, но после прочтения ощущение у меня было, что я получила прям такой вот наглядный слепок эпохи, да, я запуталась в годах, уж точно перестала там за ними следить, кто когда, где кого встретил, но, наверное, это и не самое главное. Да, маленькое уточнение, я так погорячила с концов 19 века, конец 19, конечно, начало 20-го либо эпох, потому что здесь Барнс с начала 20-го века тоже захватывает, но до Первой мировой войны, то есть самое начало. Ну и, наконец, нельзя не поговорить о самой, самой свежей новинке, которая вышла в этом году и была очень оперативно переведена и выпущена издательство Мазбука, и это роман Барнса 22-го года Элизабет Финч. У нас она вышла в желтеньком варианте, у меня она в оригинале, у нас она вышла в желтеньком варианте, но она сделана точно так же, как и оригинальное издание с суперобложкой с дырочками, и под этими дырочками у нас фрагмент женской фотографии. На самом деле, я где-то даже в каком-то зарубежном ревью я видела предположение, да, кто мог послужить прообразом героини по имени Элизабет Финч, что это какая-то из современных знакомых Барнсу писательниц, возможно это так, но у нас здесь опять история про, во-первых, про отношения, конечно же, но не романтические, и во-вторых, история про вот эту вот ненадежность памяти, попытка воссоздать личность на основании того, что осталось после этого человека, возможно ли это, можно ли приблизиться к человеку, который уже умер путем изучения каких-то оставшихся от него материалов. У нас герой, уже будучи взрослым человеком, слушает курс каких-то лекций в университете, и одна из преподавательниц, которые у него преподают, это как раз Элизабет Финч, и она очень отличается от всех остальных, она, ну можно даже сказать, в чем-то эксцентрична. Эксцентрична, она всегда рубит правду матку, никогда не заигрывается студентами, и она нашему герою так интересна, что он в какой-то момент приглашает ее на кофе, на ланч, и они начинают вот так встречаться, не в смысле романтически встречаться, а в смысле периодически, периодически встречаться, обсуждать разные вещи. Герой, как и положено, у Барнса успевает жениться, успевает развестись, понятно, что она его старше, прилично, и вот она умирает. И по завещанию, впервые я вот, когда уже читала Элизабет Финч, я поймался на мысли, что у Барнса некий дубляж идет в сюжете. По завещанию наш герой получает все ее документы, все бумажное, что после нее осталось, все записи, все дневники, все книжки. Он становится наследником этого, то есть имущество какое-то значимое, движимое, это наследует ее брат. А вот прям все, что... Все, где остались ее мысли, получает наш герой. И он пытается... Он обнаруживает, что он, хотя и вот у них были периодически вот эти встречи, там раз в год, раз в полгода, в течение многих лет, он обнаруживает, что он так и не понял, что она за человек. И он пытается это воссоздать, беседуя с братом, о существовании которого он вообще не знал, беседуя с братом, изучая ее дневники, он пытается как-то вот ее... сделать ее образ более полным, что ли. Брат даже поиспуганно его спрашивает, вы что там, биографию собираетесь писать? И, собственно, к чему герой приходит, что он узнает, вот об этом в этой небольшой книжечке. Она маленькая, как и, в общем, большинство книжек Барнсов. Здесь всего 180 страниц. Опять же, не могу сказать, что самая моя любимая какая-то у него книга. Мне кажется, предчувствие конца на эту тему интереснее, потому что есть какая-то загадка. Здесь я бы не сказала, что есть какая-то загадка, кроме загадки личности в целом. Можно ли познать эту загадку личности, чисто изучая ставленные какие-то записи и общаясь со знакомыми людьми. Но, я уже говорила, да, Барнс, мой любимый писатель, мне всегда интересно посмотреть, как он в очередной раз раскрывает свои самые такие значимые темы. Ну что же, вот и закончился обзор творчества. Я вам показала, по-моему, 21 книгу за эти два ролика, не считая Даффи, про которого мы как бы чуть-чуть поговорили. Я надеюсь, что какой-то краткий экскурс у меня получилось вам дать. Понятно, что изучать Барнса можно долго, читать и перечитывать тоже можно долго. Если вы его читали, если вам что-то понравилось или наоборот не очень, я вас жду в комментариях, давайте обсудим. Если еще не читали, я буду рада, если мой обзор в двух частях вас сподвигнет, напишите, что вас заинтересовало. Опять же, обсудим. Если у вас остались какие-то вопросы, тоже пишите. Спасибо вам за то, что смотрите и поддерживаете. И я надеюсь, что следующее видео уже скоро. Увидимся!